так добрый день мы с вами начинаем очередную лекцию по разделу гиена труда а именно видите радиационная гиена и экология этот физический вредный производственный фактор стоит особняком по сравнению с другими о которых мы говорили в прошлой лекции как электромагнитное излучение шум вибрация лазерное излучение в связи с чем вы видите радиация это способность некоторых веществ естественного происхождения или искусственного к самопроизвольному распаду с выделением энергии и вот здесь уже очень важно эта энергия бывает двух видов или жесткое коротковолновое электромагнитное излучение или потоки частиц то есть двойственная природа радиации и соответственно действия на человека в том числе который работает с источником например врач рентгенолог радиолог какие же виды излучения кратко и их характеристика ну среди корпускулярных то есть потоков частиц первые и по букве альфа излучение это альфа частицы то есть положительно заряженные ядра гелия когда с него сорваны электроны и летит само ядро в основном из естественных изотопов ну можно себе представить в масштабах ядерной физики конечно что это огромная частица как планета которая летит разбивая ионизируя все на своем пути поэтому основная опасность этих частиц очень высокая ионизирующая способность вот видите одна частица может образовывать 6000 пар ионов в одном кубическом сантиметре воздуха но в то же время за счет того что частица массивная тормозится это низкая проникающая способность в тканях человека одна шестая миллиметра то есть самые поверхностные слои эпидермиса глубже не проникнет и обычная одежда защитит и вы видите опасность этих частиц не при внешнем облучении потому что они затормозятся одеждой а при внутреннем попадании с пищей с водой ну немножечко с воздухом с током крови они могут быть занесены например в органы кроветворения и они называются микрореакторами то есть вокруг себя на очень небольшом расстоянии образуют очень много ионов радикалов которые потом повреждают тонкие структуры клеток бета-излучения бета-частицы это потоки или электронов отрицательно заряженных или позитронов сорванные с ядра ионизирующая способность видите в тысячу раз меньше потому что очень маленькая частица проникающая способность ну до одного сантиметра то есть может кожу подкожную клетчатку как бы пробить и защита традиционно это любые плотные материалы обратите внимание такой подводный камень и тест любые экраны только свинец не допускается почему при ударе потока электронов по свинцовую пластину возникает тормозное электромагнитное рентгеновское излучение это принцип действия рентгеновской трубки то есть если мы поставим свинцовый экран мы же защитим человека от не очень опасных бета-частиц но он будет получать опасное рентгеновское излучение и третий вид частиц нейтроны по названию это нейтральные частицы в ядерной физике много там их вариантов легкие, тяжелые, быстрые, медленные но нам важно для медицины и биологии ионизация промежуточная между альфа и бета 400 пар ионов а вот опасно что они не отклоняются за счет того что они нейтральны и пробег в воздухе сотни метров а в тканях человека десять метров то есть поставить десять человек друг за другом поток этих частиц значит всех пробьет и будет поражение защита интересная когда была изобретена бомба нейтронная то быстро была придумана защита оказалось что водород хорошо ловит нейтроны значит различные материалы вещества содержащие воду это сама вода особенно конечно тяжелая вода аж триону она страшно дорогая парафины бетон там содержится вода различные полимеры ц аж там ц два аж там двенадцать видите главное водород а медленные нейтроны это показала авария на чернобыле хорошо поглощаются бором и кадми теперь второй вторая группа это электромагнитные излучения очень жесткие мы на прошлой лекции с вами говорили помните от низкочастотных до дошли например по линейке вверх ультрафиолет самые короткие так вот дальше следует рентгеновское излучение а потом гамма излучение это в принципе одно и то же только рентгеновское излучение имеет чуть больше длину волны то есть гамма излучение самое коротковолновое самое опасное ионизация небольшая по сравнению с частицами ноль одна пары ионов но пробег сотни метров а в тканях могут быть несколько метров ну это при рентгеновском облучении разные диапазоны АВСД там переключает рентгенолог смотря какой снимок надо сделать да если костной ткани то самое жесткое и защита традиционные материалы которые всегда применялись это свинцовые экраны различные бетонные конструкции высокая плотность хорошо да поглощает эти виды излучения очень важно в радиационной гиене деления источников которые делятся на закрытые и открытые очень простой вопрос но очень важно что такое закрытые источники из него в окружающую среду то есть на человека на врача рентгенолога действует только электромагнитное излучение то есть рентгеновское или гамма а открытый источник из него выделяются все виды то есть частицы и опять электромагнитное излучение рентгеновское и гамма например открытая ампула с радиоактивным изотопом вот на картинках да например закрытые источники промышленная видите гамма установка это в металлургии просвечивают металлические балки для того чтобы увидеть нет ли там пустот чтобы она не сломалась и аппарат для лучевой терапии типа агат который применяется в онкологии для гамма терапии то есть там источник который испускает гамма из лучей теперь биологические эффекты очень сложно с радиацией потому что много опасных эффектов во-первых смотрите одно деление все эти эффекты делятся на соматические и наследственные соматические сома тела они возникают у облученного организма который подвергся воздействию ну а наследственные понятно это потом у потомства первое второе и далее поколение еще более важно для понимания опасности все эффекты делятся на сто хостические в переводе с математических терминов это вероятностные то есть они могут быть у организма могут не быть мы не можем сказать точно что вот у конкретного человека получившего небольшую дозу будет этот эффект мы можем только статистически сказать что среди там миллиона людей видите вот пример когда миллион человек получит один а это всего одна рентгенограмма органов грудной клетки американцы посчитали что количество злокачественных опухолей увеличивается на сто двадцать шесть да у миллиона людей так будет какое-то количество ну вот они сравнили миллион людей которые получили один бэр в этом году и миллион людей которые не получили и через много лет у тех кто получил видите на сто двадцать шесть больше и еще очень важная и неприятная характеристика эти эффекты беспороговые то есть они не имеют порога вредного действия это принцип гиенического нормирования мы в опытах на животных и в других экспериментах с химическими веществами всегда ищем порог вредного действия то есть такая доза или концентрация которая дает определенный эффект в организме ну там биохимические изменения в крови потом мы опускаемся ниже и ищем подпороговую или недействующую дозу и на ней основаны например предельно допустимые концентрации в данном случае беспороговая концепция принята то есть сколь угодно малая доза радиации потенциально вероятностно может вызывать вот эти эффекты такие как канцерогенная мутагенная измутагенного эмбриотропная или тератогенная иммунодепрессивная но повторяю принцип это вероятностные эффекты не обязательно у каждого облученного человека и вторая группа которые известны давно не стахастические или пороговые эффекты мы точно знаем дозу если человек получил 500 БР сразу будет видите острая лучевая болезнь если он несколько лет получал по 100 БР в год будет хроническая лучевая болезнь опять же если была очень большая доза авария ядерный взрыв 600 1000 то будут лучевые ожоги на коже и если человек несколько лет получает 30 БР небольшую дозу да и не соблюдает меры защиты то будет лучевая катаракта то есть помутнение хрусталика но это самый да не опасный эффект требуется операция по замене хрусталика теперь какие же органы поражаются радиации в первую очередь это носит название французского биолога Берганье закон Берганье он впервые вот доказал установил на разных тканях что радиочувствительность то есть повреждаемость восприимчивость тканей к радиации зависит прямо пропорционально от способности к делению и обратно пропорционально степени дифференцировки простыми словами чем более молодая ткань не дифференцированная не созревшая чем больше там образуются молодых клеток ежеминутно тем более эта ткань чувствительна и согласно этому закону выделяют три группы критических органов самая важная самая чувствительная первая группа и это все доказано не только на животных но к сожалению на ликвидаторах чернобыльской аварии и других людях которые подверглись действию радиации это гонады там все время образуются молодые клетки красный костный мозг опять органы кроветворения и как исключение из любого правила хрусталик глаза катаракта помутнения там никаких клеток нет но хрусталик очень чувствителен к любому электромагнитному излучению даже СВЧ УВЧ излучению и в том числе радиации и теперь третья группа вы меня спросите а где вторая проще запомнить первую и третью все остальные органы и ткани будут относиться ко второй то есть третья группа самая малочувствительная кожа кости и к сожалению онкологов щитовидная железа опухоли щитовидки не подлежат лучевой терапии невозможно подвести да такую разрушающую дозу облучения опухоли потому что будут уже лучевые ожоги а все остальные органы и ткани видите относятся ко второй к средней по чувствительности теперь нормативы радиации сложный вопрос сразу вам скажу в отличие от всех других нормативов гиене физических факторов то есть шум там вибрациях химических веществ для радиации нормативы носят несколько условный характер почему я вам сказал что есть стохастические беспороговые эффекты когда мы не можем найти порог вредного действия сколь угодно малая доза уходящая в бесконечность потенциально может вызвать поэтому вот утвержденные предельно допустимые дозы ПДД они гарантируют отсутствие не стохастических или пороговых эффектов например хронической лучевой болезни и согласно нормам радиационной безопасности все люди делятся на две категории категория а это профессионалы люди работающие например рентгенолог радиолог медсестра радиологического отделения радиозатопная лаборатория персонал работники там атомных станций и прочее для них установлено 5 Бер год Бер я дальше скажу единица радиации или международная единица это зиверт или в неделю это составляет 40 мили Бер здесь ошибка не 100 а 40 мили Бер в неделю миллитысячная часть то есть мы не будем год ждать да сколько наберет рентгенолог за год а установлена недельная доза и у них дозиметры которые каждую неделю они сдают на проверку и если рентгенолог получил более 40 значит следующую неделю он работать с аппаратом не может должен заниматься какой-то другой работой и вторая категория Б это мы с вами то есть все остальное население которое не контактирует по условиям работы да с источниками для нас установлен предел дозы не предельно допустимая доза это для работающих а предел дозы в 10 раз меньше если для профессионалов 5 БР в год видите то для нас с вами 0,5 БР за год принципы защиты очень простой и важный вопрос 4 слова весь ответ установлены давным давно при работе с закрытым источником напоминаю из которого только излучение рентгеновское или гамма вот врач рентгенов защита количество то есть ПДД помните 5 БР в год 40 в неделю милибер защита расстоянием его пульт должен быть как можно дальше от трубки рентгеновской защита временем сокращенный рабочий день по трудовому кодексу более длительный отпуск и раньше на пенсию и защита экранами там 5 категорий экранов передвижные экраны в конструкциях просвинцованное стекло если сквозь него нужно смотреть но это принцип экранира то есть вопрос тут не очень сложный главное соблюдать эти принципы теперь смотрите гораздо сложнее с открытым источником из которого опять напоминаю кроме излучения электромагнитного рентгеновского или гамма летят частицы альфа бета и особенно опасно если нитрон тут тут очень много мероприятий мне хотелось бы чтобы вы принцип запомнили принцип какой все те же четыре принципа защиты как при закрытом дозой расстоянием временем экрана этим мы защитили человека от излучения остаются частицы которые в воздухе например радиозатопной лаборатории значит все эти мероприятия направлены на что не дать частицам попасть внутрь организма через органы дыхания или на кожу автоматизация герметизация работа вытяжном шкафу с ампулами радиоактивного изотопа требования к этим лабораториям они должны быть на определенном расстоянии от жилых зданий в зависимости от класса а класс это годовое количество вещества с которым работает данная лаборатория ну это приборы дозиметры радиометры которые используются для оценки уровня и теперь такой небольшой раздел радиационная как бы экология ну повторяю строго говоря экология это биологическая наука но такой термин сейчас широко применяется поэтому давайте будем называть медицинские аспекты гиены радиационной или на западе это все называется радиационная медицина экология входит и диагностика рентген логическая и лучевая терапия и вопросы профилактики то есть традиционная гиена а радиационной экологии мы с вами давайте назовем это уровень радиоактивности в окружающей среде из чего он складывается как он меняется и как он воздействует на человека так вот природный уровень радиоактивности называется ЕРН естественный радиационный фон он характерен для каждой местности и даже от как как бы времени ну время зависит от солнечной активности да какой год идет повышенной солнечной активности или сниженной и в среднем на земном шаре он составляет 100 милибер в год да я вам обещал сказать Бер это единица биологический эффект или эквивалент рада единицы поглощенной радиации вот это старая единица но до сих пор нормы радиационной безопасности звучат в перах а в международной системе это и там очень простой пересчет так вот видите за счет природного уровня радиоактивности мы получаем 100 милибер в год в среднем на земле это крайне малые уровни да которым все живое на нашей планете за десятки и сотни тысяч лет нет приспособления и никакого особого вреда от такого уровня мы не получаем вот для примера Крыму естественный радиационный фон в воздухе например составляет от 6 до 30 микрорентген в час рентген это единица дозы радиации в воздухе которая образует 2 на 10 восьмой пар ион то есть это для оценки воздуха и почему такой диапазон значит в степной части симферополя 6 8 10 южный берег там где горы скалы то есть гранит а гранит содержит небольшую примесь урана природного до источника радиации то там до 30 но эти уровни все равно крайне небольшие и они немножечко колеблются из чего тоже складываются эти 100 миллиберр смотрите почти половина 40 а то и 50 процентов это космическое излучение от солнца солнце дает любые электромагнитные излучения от низкочастотного до гамма и в том числе потоки радиоактивных части и вот половину фона мы получаем из космоса от солнца та часть которая прорывается через два барьера вы знаете это озоновый слой земли и мощное электромагнитное поле земли которое отклоняет большую часть жесткого космического излучения но все равно часть доходит и теперь вы понимаете почему эти цифры колеблются вы надеюсь знаете что солнце имеет циклическую периодичность активности наиболее изучены одиннадцатилетний цикл мы сейчас с вами находимся в начале очередного цикла астрономы это все измеряют то есть где-то через 3-4 года будет пик солнечной активности максимум и естественно это отразится в повышении естественно радиационного фона на земле вторая второй источник это природная радиоактивность почвы я уже сказал гранитные породы имеют примесь урана конечно это не урановые рудники где его много и добывают а потом в центрифугах очищают и получают там да всякое для оружия или там топлива для атомных электростанций микропримеси но все равно вот в горных местностях там где гранитные породы немножечко выше затем 1% дает воздух так называемые горячие частицы летают в воздухе но всего 1% и вода ну а вода протекает через гранитные породы и получает наведенную радиоактиву вот примерно это да в сумме дает до 50% и самое опасное 25% это внутреннее попадание но с водой тоже немножко да это продукты питания 25% естественно радиационного фона мы получаем с продуктами питания в которых могут содержаться конечно прежде всего альфа частицы от природных источников да растения произрастают на почве имеющие которые имеют некоторый радиоактивный уровень и так далее и таким образом врач но образованный человек должен знать что внешнее облучение составляет 75% оно не опасно а 25% это внутреннее иногда это опасно почему я вам сказал эти альфа частицы называются микро реакторы если стоком крови они попадут в первую группу критических органов да еще их повышенное количество этих частиц гонады органы кровотворения то они вокруг себя да устроят такой разгром ионизацию повышенную а потом эти ионы и радикалы будут повреждать уже да остальные органы ну ткани вокруг дополнительные антропогенные источники повышения фона ну понятно это районы размещения атомных электростанций ну и весь мир напуган Чернобыль и Фукуяма в Японии да когда аварии на атомных электростанциях с перепугу вот Германия закрыла все свои атомные электростанции теперь у них проблемы да с газом не хотят российские газ покупать вплоть до того что собираются опять уголь добывать и топить да для того чтобы получать электроэнергию тепловые электростанции конечно они более загрязняют окружающую среду второй источник это диагностические в основном диагностические но и лечение радиационные процедуры я вам уже сказал что вот при массивной рентгенограмме особенно рентгеноскопия желудка с контрастом пациент получает сразу один а помните предел дозы для обычного человека 0,5 то есть два раза больше поэтому будьте осторожны пожалуйста назначая пациентам эти процедуры типа КТ модного надо не надо иди сделай КТ это многослойная рентгенограмма когда много много снимков делается не забудьте что человек при этом получает повышенную дозу ну и врач заодно который загружен лишними этими процедурами поэтому нужно выбирать тактику бережно например флюорография легких если это просто для обследования массового это моментальный снимок самая маленькая лучевая нагрузка а если на флюорограмме врач видит какие-то тени непонятные вот тогда уже можно делать рентгенографию и КТ легких затем ну это телевидение цветной телевизор видите если его 4 часа смотреть вы уже не смотрите сейчас это не так уж это где-то да в 70-х 80-х годах вот то американцы опять посчитали что дополнительно человек получает 50 милибер в год тот который сидит близко перед цветным телевизором 4 часа и для него уже фон будет не 100 милибер а 150 ну и в том числе у нас в Крыму есть такие источники это вот гамма-дефектоскопы на металлургических предприятиях Керчи там где металлические изделия крупные балки всякие рельсы делаются гамма-дефектоскопия то есть чтобы увидеть внутренние полости да потом построишь мост а эта балка сломается в этом месте затем у нас есть радиологические отделения около которых естественно фон немножко повышен ну и атомных станций нет есть один небольшой исследовательский реактор севастополь как менялся уровень этого фона он вообще начал измеряться только с середины двадцатого века до того о нем ничего не знали и если посмотреть цифры то видно что в пятидесятых там шестидесятых годах самый высокий уровень пик за счет массового испытания ядерного оружия когда СССР и Соединенные Штаты на перегонки испытывали взрывы всякие потом благодаря академику сахарову и другим ученым была принята конвенция запрете взрывов в трех средах в воздухе под водой над водой разрешено теперь только в шахтах подземных ну для каких-то исследований вот после этого примерно до семидесятых годов фон идет вниз и начиная с семидесятых годов фон немножечко растет естественный но уже не за счет военных проблем а за счет развития ядерной энергетики хотя он далеко не достиг тех уровней пятьдесятых шестидесятых годов вот на этом мы с вами рассмотрели основные вопросы радиационной гиены и отчасти проблемы естественного радиационного фона на земле всего доброго отчасти 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 подчасти до выс до до